Друзья, всех приветствую! Начали очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. По хронологии ключевых фундаментальных событий этой недели. Сегодня будем анализировать данные по бизнес-оптимизму от IFO. Далее в 12.30 выйдет отчет из США по заказам товара длительного пользования. Во вторник нас ждет отчет по ВВП Германии, торговой сессию среды. Можно сказать, практически пропускаем, там не будет интересных релизов. И в четверг и в пятницу уже более интересные дни, потому что в четверг выйдут данные по приличным заявкам на пособие по безработице и годовые данные по ВВП США. А в пятницу нас также еще ожидает статистика по личным доходам, личным расходам и индексу, базовому индексу расходов на личное потребление. Если вы помните, я очень надеюсь, что вы помните, именно этот показатель является наиболее предпочтительным индикатором для Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. Мы по мере приближения, опять же, сентября уже начинаем готовиться к тому, что нас ждут обновленные данные по инфляции и по состоянию американского рынка труда. Акцент, прежде всего, делается на данные по Non-Farm Perils за прошлый месяц. Очень скоро мы всю эту статистику снова проанализируем, но на текущем этапе я практически уверен, что в целом фундаментальная картина уже вряд ли изменится. Мы с большой долей вероятности дальше будем получать доказательства сохранения дезинфляционного тренда США и будем наблюдать за целой чередой фундаментальных отчетов, которые подтвердят слабость американского рынка труда. И в этой связи, ну лично, я как был уверен в том, что доллар останется под давлением из-за того, что такая статистика и такой новостной бэкграунд уже определенным образом настраивает нас на конкретный вектор мышления Федрезерва. И этот вектор мышления в конечном счете будет приводить американский регулятор к неизбежному смягчению национальной монетарной политики и снижению ключевых процентных ставок. Так, что касается индекса доллара, текущей котировки 100.60. Лоу сегодняшнего дня был уже 100.40. Мы ждали, что индекс доллара непременно придет в район поддержки 100 пунктов. И именно этот сценарий сейчас и реализовывается. Если, друзья, вы не смогли заработать на снижении индекса долларов и на росте рисковых инструментов, вы упустили очень хорошие возможности. Надеюсь, у вас есть объяснение и оправдание, почему это произошло. Но, может быть, это лирическое отступление и совершенно ненужный комментарий, потому что я говорил вам о наличии предпосылок сначала для конкретных трендов и потом сопровождал целую кучу фундаментальных сделок, опираясь на конкретный фундаментальный фон. И хочется верить, что вы прислушались к ряду рекомендаций, использовали это и конвертировали в прирост по equity вашего счета, то есть увеличивали свои депозиты. Ну ладно, если вернуться к индексу доллара, напомню, что мы с вами очень долго говорили об условиях, которые были созданы в рамках американской экономики для того, чтобы Федрезерв начал смещать экономическую политику. Много раз обсуждали ситуацию с инфляцией, с рынком труда. На прошлой неделе очень интересный показатель по пересмотру количества новых рабочих мест, созданных месяц сельскохозяйственных секторов США в первом квартале, который оказался на 30% ниже, чем мы ожидали. То есть на самом деле в американской экономике в первом квартале было создано на 818 тысяч рабочих мест меньше. Это очень серьезная коррекция, самая масштабная со 2009 года. Соответственно, можно предположить, что из-за таких статистических ошибок мы можем увидеть совершенно другие отчеты с понижением тоже уже по итогам второго квартала. И это будет нас дальше по ходу развития периодов квартальных до конца этого года и в начале следующего убеждать в том, что смягчение экономической политики США должно стать новым трендом без каких-либо отклонений. То есть мы должны наблюдать за тем, как ставка снижается каждое заседание американского регулятора. Были вопросы к производственному сектору США. На прошлой неделе индекс, который подтвердил нахождение показателя в зоне стагнации, да, были более лучшие показатели по сфере услуг. Но все-таки давайте не будем закрывать глаза на объективную слабость промышленного сектора, что тоже повлияет на показатель ВВП. Ждали симпозиум Джексон-Холли, выступление Паула. И надеюсь то, что во многих пабликах уже была куча информации относительно тезисов. Не хочу забивать вам голову, скажу лишь то, что Паул прокомментировал именно тот сценарий, который был необходим нам. То, что условия для смягчения экономической политики уже сложились в достаточной степени. Пришло время это делать, поэтому ждем сентябрь и снижение ключевой процентной ставки. Если обратимся сейчас к инструменту Fight Watch Tool, то увидим, что после выступления Паула рынок чуть-чуть больше поверил в то, что ставка может быть снижена на 50 байсных пунктов в сентябре. И сейчас вероятность такого сценария составляет 39%. 61% вероятность того, что ставку снизят на 25 байсных пунктов. Но снижение ставки это неизбежно. Поэтому по доллару, скорее всего, и дальше будем наблюдать за развитием нисходящей динамики. Могут быть коррекционные откаты. Я надеюсь то, что вы понимаете, с чем это может быть связано. Рынок никогда не движется в одном направлении без какой-либо коррекции. Инициатива постоянно переходит от одних к другим. Но отметку 100 пунктов я думаю, что мы протестируем уже в рамках даже не этой недели, а ближайших торговых сессий. Золото 1509 долларов за тройскую унцию. Сантимент сейчас 30%. То есть меньшинство находится в длинных позициях. У нас многомесячные минимумы по индексу доллара. Обвал доходности американских облигаций. Десятилетки уже торгуются на отметке 3,79%. Высокая вероятность сохранения подобной тенденции. Поэтому думаю, что рост золота может продолжиться к новым историческим максимумам. Это также уже отмечалось ранее. Но не забывайте, что в тот момент, когда актив, любой инструмент находится на исторических максимумах, ему при любом новостном фоне трудно двигаться вперед. Это нужно иметь в виду. То есть рынок может очень сильно корректироваться. Волатильность может быть существенно выше средних значений. Вы должны сами контролировать риски и решить для себя, готовы ли вы целиться вместе с энтузиастами на новые исторические максимумы и ждать по золоту 2,550-2,600. Если вы решитесь, я думаю, что эта сделка в конечном счете принесет очень хороший профит. Австралийцы после доллара 0,6770. Ждем отметку 0,6970. Очень хороший новостной фон для того, чтобы австралийский доллар рос, даже если закрыть глаза на то, что происходит с американской валютой. Здесь национальный фундамент, фундаментальный фон, рост деловой экономической активности, который подстегивает сохранение инфляционных рисков, повышенная инфляция, ястребиная риторика Мишель Булла, которая возглавляет Резервный банк Австралии, вероятность еще одного повышения процветной ставки на контрасте с действиями других центральных банков. И путь вверх открыт. Я тоже много раз вам подчеркивал, поэтому если вам интересна еще какая-то сделка, где мы не достали до наших профитных ориентиров и можно пройти еще неплохой путь и дистанцию, то этот дуэт активов идеальное торговое решение. Европейская валюта против доллара 1,1182. Ждем в пятницу данные по инфляции. На основании этого уже прикинем, какое решение Европейский центральный банк может принять в сентябре касательно процентной ставки. Я все еще за идею того, что из-за сохраняющейся, из-за того, что инфляция остается выше значительно целевого ориентира, а в последний месяц вовсе продемонстрировала признаки роста, Европейский центральный банк может отложить решение по смягчению экономической политики. Ну или, скажем так, в сентябре снизить процентную ставку, но в рамках этого года это будет финальное, окончательное решение. И на этом фоне евро может получить дополнительную поддержку. Но это, опять же, лирика, как много раз я уже говорил. Главное в этом дуэт активов в доллар. Доллар сейчас снижается, позволяет евро расти. Фунт против доллара. Новые многомесячные максимум 1,32. Мы ждали также в пятницу выступления Бэйли. Бэйли сослался на то, что инфляция снова начала расти. Рост деловой экономической активности в регионе создает предпосылки для того, чтобы инфляция осталась повышенной. В принципе, я еще до выступления Бэйли вам обо всем этом рассказывал. На этом фоне пункт улетел к новым пиковым уровням, отметкам, потому что теперь рынок с вероятностью 80% закладывается только лишь под одно снижение процентной ставки в этом году. Доллар иена 144. Мы пробили наш ближайший телевоориентир 145. Теперь идем на уровень 140. Рост инфляции, готовность Банка Японии снова повысить процентную ставку, политическая неопределенность. Все это факторы, которые поддерживают иену против американского доллара. S&P 500, 5645 пунктов. Ждем 5,800 и выше. Ждем обновления исторических максимумов на фоне текущих настроений, обвала доходности американских облигаций. Дорога вверх, путь вверх открыт. И рынок нефти, друзья, тоже все без изменений. 78,60. Я за развитие дальнейшей нисходящей динамики. И, может быть, самый главный аргумент на старте этой недели – это рыночный сантимент. 70% трейлеров сейчас находятся в длинных позициях. И делаю акцент на то, что при фоне, который сложился ранее, из-за слабости китайской экономики, из-за смягчения геополитического фона, скорее всего, актив снова поведут вниз к уровню 75 и потенциально ниже. Также, друзья, не забывайте, что сегодня в 15.00 состоится традиционный вебинар для понедельника, где мы обсудим ту тему, которая наберет больше всего ваших голосов в нашем телеграм-канале. Ну что, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!